Пенальти 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 Повторяю, что очень сложно комментировать игру, когда она проходит настолько эмоционально Буквально позавчера был грандиознейший скандал, где было назначено два пенальти в ворот Спартака, на мой взгляд, не было ни одного и близко, да, они опять же даже в этом ситуации пытаются выкручиваться, как-то объяснять, и потом говорят, люди, опомнитесь, вы же что нам пишете в соцсетях, вы что делаете, у нас же семьи и дети Ну так и вы будьте людьми, вы будьте людьми, подойдите и скажите, я ошибся, извини, пожалуйста, и тогда, ну что ты скажешь, скажешь, ну суди внимательней, то есть нет ни красной карточки, ничего, это же по всему так, посмотрите, опять же, те же штрафы огромные, которые я заплатил за эту маску Сначала, значит, у нас первые три штрафа говорят, не надо масок, потом штрафуют на какие-то фантастические суммы, потом все это проходит опять без масок, и это все в течение месяца не меняется ситуация никак по коронавирусу ни в мире, ни у нас в стране Ну одни и те же вещи, причем, еще раз говорю, там на ухе висит маска, мы не штрафуем, я снял маску, штрафуем, объясняйте, то есть вы у меня забираете огромные деньги, больше полумиллиона рублей, и вы даже ничего не объясняете, то есть это что за рейдерские захваты чужих денег, я не могу понять То есть я отвык от этого, и я буду говорить об этих вещах, я не собираюсь молчать и здесь держаться за какие-то вещи, это безобразие, это позор, это ужас, который творится И самое главное, еще раз говорю, человек может ошибиться, я сегодня сделал миллион ошибок, и по каким-то вариантам игры, и что-то еще, и каждый из футболистов Но почему ты не говоришь, что ты не признал, и опять же, из меня же делаешь идиота, то есть он просто видит эпизод лучше, чем видит миллионы В Голландии они смотрят, а в Голландии я работал с Варом два года, они все, то есть здесь даже вопросов бы не было, это был бы железный пенальти, красная карточка, рыба, все, здесь даже вариантов нет Я специально сегодня после игры пошлю видео к Айперсу и спрошу его мнение по данному эпизоду, это судья, который судит финальные части Лиги Чемпионов, где я наших судей не видел уже 200 лет Я специально спрошу и их мнение, его мнение прямо публикую и пришлю видео Ну потому что, когда тебе на черное говорят белое, в категоричной форме, ну естественно, ты не очень с этим согласен и говоришь какие-то достаточно резкие слова И я признаю, что я их произнес, потому что, когда из тебя начинают делать идиота и оправдываться, не знаю, если я сейчас здесь пристрелю пять человек и начну оправдываться и говорить всем, ребят, да вы что, да это вообще не я, да бог попутал Вот они в меня все стреляли, я его вернул, выхватил одной пистолет и зарубил пять, ну наверное, блин, как-то эти люди скажут, что ты вообще нормальный, да, но только не очень Вот примерно так же сказал и я, то есть я был абсолютно готов к тому, что если он признает, что ошибка, никаких вопросов нет Ну когда он стал говорить о том, что не было пенальти, ну то есть, ну зачем делать еще идиотов, то есть ты и так убил команду, ты лишил нас в первой игре очков, возможных, да, и всего остального А зачем дальше делать идиотов и говорить о том, что нет, не было пенальти, я посмотрел, не было пенальти, то есть, ну естественно здесь, ну как, ну если ты, сейчас я буду говорить белая табличка, ты будешь говорить черная, а мне надо к какому-то консенсу прийти, ну наверное я как-то, ну а что еще остается делать в данной ситуации Мы уже запросили, мы же до сезона отправили бумагу, после того, как я выступил в Спортэкспрессе, надеялся на то, что какой-то будет ответ, потому что я специально, аргументированно пошел, показав количество желтых карточек, какие-то Какие есть, как принимаются решения, выступы аргументированы, нет ответа, мы посылаем письмо, соответственно, в коллегию арбитров, говорим, слушайте, приедьте нам, расскажите, ну что вы суетесь по каким-то правилам, которые только вы знаете, никто не знает, мы же вроде как играем, ну правила нам объясните Тишина, как еще спрашивать, вот как спрашивать, вот я спрашиваю сейчас на пресс-конференции, главу судейского комитета Кашая, пусть он даст оценку, был пенальти или не был, и если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали До конца сезона, а лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было, при том, что еще более очевидного пенальти, по мне, сложно придумать, когда фол был со стороны двух игроков команды Локомотив